Приветствую вас дорогие друзья в игрушке Death Trading С вами к нам AlexPlay и мы продолжаем играть В общем в этой серии нам нужно будет добраться до лаборатории Картмана Вот и в общем он нам что-то скажет Я думаю на этом 8 эпизод закончится и начнется 9 Надеюсь на ваши лайки и комментарии Путь у нас нелегкий Так сколько нам идти? 700 метров, ну немножечко в гору Как можно видеть на графике А потом из горки зато прокатимся Погнали в общем Знаете какие горы снежные, как же тут красиво и круто А также кстати ребятки, что я взял с собой Смотрите, я взял с собой гематические гранаты Офигительно, слушай, офигительно круто Я гранатами буду кидать У меня 24 гранаты, то есть если хиральные твари нас нападут Мы сможем от них отбиться Ну и также у нас есть гранаты Просто гранаты Как вы знаете, они очень эффективны против тварей Поэтому я думаю проблем не будет А тут нам дали подсказку, что Какого черта? Смотрите камень какой Боже мой Фига себе Тут обвал, ребят, нужно быть аккуратным И кто может задавить Офигеть Нужно почаще смотреть наверх Если такой камень в нас угодит Я думаю это сразу смерть Это жесть Ну или ногу отдавит Причем не стырьте, они исчезают Ну чтобы оптимизация была Так, ладно, ребят, я думаю мы доберемся Вот там туда идти еще далеко-далеко Тут тоже обвал Сейчас тоже что-то будет Да? Как только мы Пересекаем это место Может с другой стороны обвал будет Ты его знаешь Ну опасно так опасно, ребят Ладно, пойдем Тут у нас что такое В общем эти подсказки мы тоже можем вставить Это другие игроки оставляют Тоже курьеры легендарные У нас тут одни легендарные Курьеры Так долго нам еще? 600 метров Эх, сейчас буляхи взять Скороходный Было бы здорово Но мне эти ляхи нужны Чтобы На гору нам было проще подниматься Так у нас Основные задания сейчас в горах происходят Пойдемте, что делать? Это все-таки симулятор дальнобойщика А как все знают Симулятор дальнобойщика Ну да, дальний бой У нас Происходит С тварями Пеший дальнобойщик Ой Откуда? А, вон Снежный ком Че себе? Опасно, ребят, опасно Надо по сторонам глядеть Что угодим Потихонечку идем Не спешим Тут хорошо, красиво Красивые виды Очень даже красивые Опять Тут везде обвалы Полагаю Боже мой Откуда? Вон они, вон они Ну че, мы потихонечку идем Все будет нормально Все будет хорошо До сюда не докатятся Потому что тут уже Наверх А, вон вниз Нифига себе Они еще и вниз Смотрите Покатились Вон еще один Охренеть А потом Они просто Истязают Опасно Опасно Ребятки Работы у меня Доставщика Главное Не сбиться Куда идти Вон туда Сейчас мы идем Вверх А потом Будет Скат Я думаю Немножко надо Обойти Пойдем Вот по этой стороне Лишь бы камнем Не придавило Вот так вот нормально Так, залази Нормаль Бежим дальше Полетемся дальше Контейнер Подтвержден А Кислородная маска Вообще Можно снять Кислородную маску По идее Она нам силу дает Что он плавит Потому что мы не дышим Холодным воздухом Нам проще Как страшно Я не хочу Чтобы меня камнем Придавило Вон они С одной стороны Вроде ничего нет Офигеть Опасно так по горам Лазить Так, ну все Мы в гору Почти поднялись Вон кажется База Вон она Да Тут какая-то явно Да, это она Вот она база Ее низ А это ее источник Я так полагаю Сколько это метров Сейчас мы вниз пойдем Да, ребят Осталось 400 метров Как раз горочки Почему в этой игре Нельзя самки Самки Самку скрафтить Я не могу Самки скрафтить Самки О чем ты думаешь Боже мой О чем ты думаешь Удыхайте Пока, ребятки У нас тут музыка идет Справа Можете посмотреть Композитора Можете загуглить И послушать полную версию Но мне нельзя Потому что авторские права Так что Пока что Пойдем пешочком Ну в плане Я пока дойду До базы Это все пропустим Ну что могу сказать Ряд Почти дошли Тут радуга красивая Но она, говорят, опасная Идем вниз Нашел мопед Ребятки На мопеде доедем Отлично Почти приехали О, мать Так, ты что делаешь Боже мой Вот за это я не люблю Физику Слушай, что такое Что происходит Сгребанная физика В игре Может мы и туда поехали Вот туда нам надо Вот она база Так, потихонечку Хорошая посадка Все честно Добро пожаловать Так, приехали А, это мопед взорвался Так, а что у нас тут Подожди Куда мне сейчас надо Давай зайдем к нему Ну здравствуй Спасибо, Сэм Вернув себе прошлое Мы узнали ряд важных фактов Не волнуйся Я только вернулся Время у нас есть Когда ты пришел к маме У тебя произошла Сильно выраженная Иммунная реакция Так? В комнате была, тварь Была Но возможно причина В чем-то другом Я обнаружил в теле мамы Довольно большое количество Хиралия Не как обычно Когда он накапливается На коже Или на одежде А во всех ее клетках И они больше не активны Тварь, которую ты видел Особенная Это было ее дитя А еще Ее душа Почему-то Ее Ка и Га Не разделились Видимо между ними Сохранилась связь Через пуповину Другого объяснения нет Поэтому у меня не осталось Следа от ее касания Да Но это не все Десять секунд до остановки сердца А у него следы остаются От касания, да? Ничего себе Пять Четыре Три Два Один Я изменил время в журнале В штабе не узнают О чем мы с тобой говорили Смотри Сообщение от Дедмана Он приложил его к пуповине Сэм Прости Я должен был рассказать про твой груз Но я боялся Что тогда Дэй Хардман Обо всем узнает Поэтому мне пришлось действовать в темную Это все строго между нами Мы не знаем Можно ли доверять директору Эта пуповина принадлежит Приджет Стрэнд Я удалил ее в тайне Пуповина не соединялась с плодом Она была вне ее тела Приджет доверила ее мне Сказала Это ключ к пониманию выхода смерти Но настояла Чтобы я не говорил директору На пуповине нет признаков разложения или некроза Как будто она застыла во времени Я решил может Хардман сообразить Как это возможно Поэтому и подбросил ее тебе в горном узле Лайт Дэдман не ошибся в наблюдениях Она точь в точь как тело мамы В каком смысле? Их отличает одно и то же свойство В их клетках содержится очень большое количество хиралия Иными словами Пуповина президента как-то связана с берегом Поэтому она выпала из потока времени У меня есть на этот счет одна теория Еще сырая, но тем не менее поделюсь Жизнь на земле много раз сотрясали катаклизмы Всякого рода В том числе Большая Пятерка И если изучить геологические слои Историю, так сказать Найдешь залежи хиралия Относящиеся к каждому из них Что если появление берегов И других подобных им феноменов Напрямую сопряжено с вымиранием видов То есть Да Наш выход смерти Возможно далеко не первый Данные, которые ты помог нам добыть Явно указывают Что сейчас идет шестое вымирание Шестое вымирание? Шестое вымирание Охренеть Да брось Ты знаешь, что это, да? Мамонт замерзший 10 тысяч лет назад Верно А это? Ледяной человек Ему 5 5300 лет О, за каждый ответ лайки У них были одинаковые пуповины Пичикантроп Послушай Что если мамонт и человек Не замерзли? Хочешь сказать, для них тоже Время остановилось К несчастью, после выхода смерти Эти образцы оказались утрачены Так что провести их анализ невозможно Но кое-какие данные уцелели С помощью хиральной сети И технологии Эву-Био Нам, возможно, удастся что-то прояснить Ладно Вот еще Динозавр Живший 65 миллионов лет назад Интересно Пуповина Без следов гниения Нет Пуповина только у млекопитающих Нет Только млекопитающим Она нужна для деторождения Это Нечто другое Назовем это нитью с той стороны Я полагаю Пуповина у млекопитающих Изначально сформировалась Как подражание нити И спустя какое-то время Изменилась Не стоит думать Что выход смерти Исключительно губителен для жизни Трилобиты Аммониты Динозавры Мамонт Ледяной человек Все они как будто Застыли во времени И у всех без исключения Были Нити А значит все они Возможно имели связь с берегом И это В контексте теории О факторе вымирания ФВ Подводит меня к мысли о том Что организмы с нитями И есть Факторы вымирания Понимаешь Сэм Все они Соединены с берегом Посредством нитей И за счет Этой связи Они Каким-то образом Вызывают выход смерти Ты думаешь Бриджит была Таким фактором? Пока Слишком рано Делать какие-то выводы И поскольку Ты уже сжег ее тело Мы никогда Этого не узнаем Хиггс сказал Эмелия фактор У нее нет Думаспособности Как у нас Сэм Подумай Если допустить Что президент Стрэнд Была фактором Тогда возможно И ее дочь Может им быть По крайней мере Хиггс на это надеется Раз до президента Никак не добраться И он похитил ее Ради этой ее силы Чтобы вызвать Массовое вымирание Возможно Или нет Вряд ли Одного фактора Хватит Чтобы вызвать Выход смерти Если она и правда ФВ Ну Хиггс уверен Что я это по силам Скорее всего Нужно вызволить ее Как можно быстрее Осталась одна минута Держитесь За что нибудь А Кажется пора Сэм Иди на запад Как мне вести себя С Дайхардменом Со всей присущей тебе Сдержанностью Ни к чему ему знать О наших подозрениях Верно? Ведь без хиральной сети Нам в любом случае Никак не обойтись Ладно То есть хиральную сеть Надо в любом случае Восстанавливать Она всем пригодится Как и врагам Так и друзьям Да спасибо Да хватит Хватит Ребят Смотрите сколько мне Сколько хардмен Мне лайков поставил По 20 лайков ставит Не жалеет Спасибо ребят тоже Что поддерживаете Лайки нужны всем Ууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу О, тут камни разные. Давайте посмотрим. Мне интересно. Так. Да, боже мой, можно посмотреть? Так, камушек такой. Интересно. Выставочные камни. Так, а тут у нас следы какие-то. О, череп. Ладно, фиг с ним, пойдем уже. А, вот это разные черепы, вот это интересно. Это человеческий череп, только пятикантропы, да, полуобезьяны такой. Потом череп стал меняться. Это, видимо, современный, совершенный череп. Прикольно. Так. А в садане, да, надо взять? Пора, сэм. Если готов, отправляйся к смоленому поясу и приступай к постройке ретранслятора. Как закончишь, подключи его с помощью Кюпида. Необходимые материалы уже готовы. Припасов мало, так что береги их. Нести придется много. Возможно, это будет один из самых сложных твоих рейсов. Харпман знает про это место больше меня. Он все расскажет. Что ж, самое время для холодного душа. Подача разряда. Отойдите. Сейчас он появится. Ага. Насчет того пункта. Точка, которую мы выбрали, была изначально местом для пункта, который уничтожила смола. По иронии судьбы, мы остановили строительство, потому что место показалось нам слишком нестабильным. Но на этот раз других вариантов нет. Будем надеяться, что мы зря сменили коней на переправе. К счастью, оставленный нами фундамент еще цел. Тебе нужно просто доставить необходимые материалы и закончить работу. Боюсь, что только так мы сможем расширить сеть на запад и спасти Амелию. Мы на тебя рассчитываем. Какие там материалы-то нужные? Так, ремонт хиральной. Хиральный ретранслятор. Жестко, жестко, жестко. 150 килограмм. Офигеть. Ну что делать? Получаем заказ. Этот заказ требует доставки большого количества груза. Выполнить его пешком будет непросто. Рекомендуется использовать воздушный транспортер или другие транспортные средства. Да. Так, ну тогда берем воздушный транспортер по-любому. Воздушный транспортер по-любому возьмем. Пушечка у нас есть. А, больше, наверное, ничего не надо. Все. Оттуждаем. Так, я скелет активировал. Мне точно все есть? Боже мой. 150 килограмм. Мне должно быть больше. Сколько? Сколько мне сейчас? Заказ назначен. 193 килограмма. Так, нам надо выйти. Так, вот. А, как это сделать? Идем в груз, наверное, да? Так, выгружаем. Подтверждаем. У меня груза. Так, вот они наборы из пяти. Я думаю, всех их, наверное, поместим. Погрузчик, раз. Четыре точно можно поместить. Раз, два, давай. Второй поместим. Пятым, потом поднимем тогда. Так, второй, третий, давайте. Третий и четвертый. Отлично, подтверждаем. Этот мы сюда. Так, пристегиваем. Так, ну и в путь. И в путь так держать. Все, так намного лучше. Сколько там идти? 2000 чем. И в путь так держать. Зря, конечно, я мотоцикл свой испортил. Он, думаю, нам пригодился сейчас. Хотя, может быть... Нет, пригодился. А вон мопед, кстати. Мы сейчас зарядимся и попробуем доехать. Не факт, что получится, но попробовать стоит. Так, я не могу использовать транспорт. Блин, ну он пригодится. По-любому пригодится. Я не хочу транспорт использовать. Так, груз мне не надо открывать. Мы сейчас это отстегнем. Отстегнем, отлично. Так, меню груза. Могу я вот эти все? Ну-ка, давайте по очереди. Не транспорт. Подожди. А нам опять нельзя, что ли? Стой на месте. Я могу сесть. Я не доеду с этим грузом. Слишком большой груз. Так, ну тебе нафиг. Делаем, значит, так. Придется пешком идти. Раз, два, три, четыре. Так, и все сюда погрузим. Отлично. Подтверждаем. Тебе придется пешком идти, ребят. Что-то дали. Погнали, чё. Долгий будет путь. Плюс у меня еще ребенок. Неактивный. Спит. Закрылся. Долгий. Давайте посмотрим, если я пойду прямо. Если я пойду прямо, рано или поздно, в принципе, я дойду. Так что нормально, идем просто прямо. Сложный заказ, ребят. Это да, действительно, самый сложный заказ. Но зато... Зато это будет... Я думаю, будет финальный заказ этого эпизода. И все, монстры по-любому будут нападать. В общем, жестко, ребят. Там подзарядиться сможем. Побыстрее, отлично. Беги-беги-беги-беги. Там как раз подзарядимся. Ничего. Если будем идти, то рано или поздно дойдем. Может за минут пять. Я надеюсь. Буду просто не останавливать идти. Наслаждаться видами, горами. Просто я обязан вам показать полностью все. Чтобы вы видели, как это тяжело и сложно. Так. Зимняя локация прикольная. Так, пока иду. Зарядимся отлично. Потом вниз спускаться. Две тысячи метров. Офигеть. Слушай, ну тут в основном вся дорога будет вниз сейчас. Вести нас. Это, в принципе, хорошо. Тактика ухода от тварей. Заметив тварь, удерживайте ЭРТ, чтобы защищать дыхание и удалитесь от отпечатков ладоней. Окей. Знаете, что я подумал нам? Сейчас бы попить. Энергетике не помешало бы попить. В смысле нету жидкости? Фляга же не пустая. А, из-за маски, что ли? Возьми, возьми, возьми. Гранта, возьми. Маску можно убрать. Давайте маску уберем. Ты издеваешься. А, ну все, набрал маску. Теперь может попить. Видите, он не может просто так попить. Сейчас нормально. Ну что, сейчас вниз пойдем. Сейчас будет хорошо. Все будет отлично. Вот тут, конечно, было бы хорошо. А, нет. В помощи троса. В помощи троса доехать. Но это нам надо погружаться будет. Опасно. Потихонечку идем, потихонечку. Как далеко она. Если бы я потихонечку, то все будет хорошо. Так, вроде отошли от нее, да? А, вот, топовина. Отлично. Тихонечку идем, еще один. Отдышимся. Он за нами прям идет. Ну, я так понимаю, этот заказ не обязательно доставлять в идеальном состоянии. Так, давайте посмотрим еще раз заказ. По идее, без разницы какого состояния. Лишь бы его доставить. Можно посмотреть. Для этого заказа, конечно же, ваше состояние груза. Постарайтесь доставить его без повреждения. А, нет, без повреждений все-таки надо доставить. Я думал, неважно. Так, вроде прошли. Дарят, можно бежать дальше нормально. Не хочу что-то с этими херальными тварями сражаться. Так, идем, 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 идем. Тихонечку будем спускать, что-то. Так, теперь вниз. Главное, чтобы резкого спуска не было. Пойдем, 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 пойдем. Нормально. Это неплохо с помощью ног вообще классно спускаться. Хорошие ноги. И поселяхи. Там я вижу мост. Так, ну как еще раз, давайте посмотрим. Ну, спускаться надо почему-то. Пока пойдем, спускаемся немножко в левую сторону. Будем идти. Надеюсь, что пройдем, ребят. Половину пути, я так полагаю, мы уже прошли. Замечательно. Замечательно. Держись. Ну да, если у тебя получится. Поддержка такая. Давайте поднимемся, посмотрим. Может быть, уже увидим базу сверху. Так, ну да, вот. Тут мост, можно по мосту перебраться. Да, я думаю, можно по мосту перебраться. Наверное, так и сделаем. Да, тут так и сделаем. Так будет проще. Ну, сначала пойдем туда. Так, сначала прямо. Потом через нас переберемся. Давай, давай, давай. Так, неплохо, неплохо, неплохо. Сколько? 169 тысяч лайков, охренеть. По 670 тысяч. Сколько? Тысяча метров, ничего себе. Как это за пределами, охренеть. Там можем передохнуть, в принципе. Там база, давайте передохнем на базе. И вновь отправимся. Тут могут быть, правда, херальные твари. Я думаю, мы справимся, ребят. Не будем ничего пить, просто передохнем. Плюс нам надо ляхи восстановить. Таким-то еще нормальные. Тут, наверное, маски пригодятся. А вот, недостроенный мост. Блин, печально. Может бы нам пригодился. Как раз ребенок отдохнет. И уже будет проще. Замечательно. Без всяких энергетиков, просто пойдем дальше. Я думаю, нормально. Не так уж эти важные 10%. Вот. Выносливость восстановлена. Аккумуляторы заряжены. Просто идеально. Нам же не в срок надо доставлять, да? Правильно? Доброе утро, Сэн. Смотрю. Завершен. Спасибо за щедрость. Мне очень нравится эта фраза. Спасибо за щедрость. Как будто бы я давал разрешение. Они без спроса вообще-то взяли. Что, воспоминаний будет? Возможно, будет. Давно не было. По-моему, это было, да, уже? Или нет? Два стакана наливает. Сам собой будет пить? С ума сошел. Тронулся. Это наш секрет. Я раздобыл кое-что особенное. Батар Монтраша Гран Крю. Как вырастешь, дам тебе попробовать. Не, мне точно не надо. Тост. За Лизу. Из-за тебя. Фу. Сойдет. Сойдет. А мне не сойдет. Так, ну все, ребят, идем дальше. Поднимаемся. Так. Окей, идем дальше. Отдохнули их в путь. Что случилось? Отстегнулась. А почему он отстегивается-то? Почему он отстегивается-то? Порай идти. Не может. Надо немножко обойти. А вот другое дело. Интересно, такой биом, да? Тут такой вулканический. И за это вот тут такая порода интересная разная. Здесь сейчас задушевываются мыла всяких. Как же это бесит. Решение 12-й год. А что у меня есть-то против них? Это не поможет мне. Так, мне надо забрать их на ихнее оружие. А что? А что это? Да убей ты его уже! Насколько вас тут? Насколько много, блин! Ты издеваешься, где пакетики крови? У меня где-то пакетики крови! А, вот они. Так. Я думал, у него какое-то оружие. Что они издыхают-то? Уходим, 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 уходим. Давай-давай-давай-давай-давай. Вниз. Как-то ушли. У нас уже твари нападали, потом мулы. Хрёбаная фигня. Причём я взял за что-то только от тварей. Такие мулы более опасны. Надо против мулов брать. Возьми пакетик, который пригодится. Смотри, я уже спокойно 80 килограмм переношёл. Хорошо. Раньше я 60 еле-еле переносил. Хорошо. Жаль, как жаль, как жаль. Сколько там осталось? 500 метров. 500 метров это вообще хорошо. Какая-то база что-ли? А, это база мулов. Отлично. Всё нормально вроде, идём дальше. Пежали. Окей. Твою ж мать, я потерял. Я багаж потерял. Охренеть, я даже не заметил. Там щас мулы, наверное, будут. Я тороплюсь такой. Налегке иду. Кураляхи у меня... У ляк энергия закончится. Садить надо за багажом, блин. Я раханулся. Чё-то я много взял. Погнали. Охренеть. Охренеть. Нормально. Так, а что, чё-то лишнее надо убрать. Чё-то может быть лишнее. Давайте посмотрим. так груз пакетик скрою наверно вот это я уберу сразу сразу выгружаем лишние два килограмма так пхк зачем мне пхк хотя можем чуть построить до пхк а давайте построим чтобы нет очень построен подтверждаем я знаю что мы построим сейчас этот не могу строить надо ближе бате достроить нет покрытия херальной сети было покрытия было бы хорошо так начнодать груз кого-то избавиться чё нас много вешает якорный крюк 7 килограмм давайте якорный крюк 2 уровня кислородная маска не от 2 кислородной маски это выгрузим гранатомет пригодится пхк пускай будет потом построим чем бить ботинки брижес вездеходный контур все это мы оставляем остальное все еще до 98 килограмм так много эти тогда нам надо сделать груз распределение а мне конечно все я понял сюда надо поместить один учеток тяжело на сюда поместить да не наоборот 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 так допустим тебя на транспорт все другое дело учеток тяжело боже мой все понятно надо спуститься посмотреть так как лучше спуститься вот именно вот здесь да вот здесь и вдоль речки наверно пойдем да все по этой стороне нам надо будет идти все каналях там нашим это осталось то немного смотрите этот метр чем дорога прямая более-менее да да прямо немножко даже вниз пойдет хорошо и у нас тут как раз ребятки музычка играет автор автор справа отображен можете погуглите найти но я потихонечку пойду смотри какие виды красивые горячка классно ближе дойдем до базы я как раз включусь потопали какая же здесь все таки красота просто офигеть так ну вот нам туда на этот мост надо будет забраться почти пришли и построить базу так понимаю вот такие вот здесь красивые виды просто красотища сервер дошли немножко вверх давай я справился я дошел до сюда это было нелегко я это сделал у нас просто отлично просто великолепненько за второй заказ ну так все нормально не сильно повреждены 660 смертей достижение дали стане груза плюс 4 отлично отлично сэм теперь загляни в терминал включили транслятор давай сейчас чем-нибудь будет пойдем сейчас на место вот этих развалин появится офигительно шикарная просто база я так думаю или нет или это и есть база сейчас появилась может быть я как-то восстановит база оооо ребята мы это сделали охренеть просто просто охренеть ну вот мы все подключены как пересечешь пояс смолы финиш будет близок амелия второй шанс америки так близко крайний узел ждет сотрудники которых мы отправляем построят базу со временем они продвинутся дальше и развернут новый комплекс таким образом они продолжат дело храбрецов погибших в смоле благодаря тебе сам но как нам переправить тебя через смоляной пояс путь на запад только один еще хуже то что твой пхк не сможет построить ничего что позволит тебе перебраться должен быть способ нельзя сдаваться ставки слишком высоки попробуем придумать что-нибудь еще но учитывая через что ты прошел не удивлюсь если у тебя уже есть идеи я сам должен догадаться смоленый пояс способ прибраться 600 метров переплыть что ли попробовать знаете что я сделаю сейчас давно хотел это сделать туалет захотел вот это да смотрите какая принять так ну ладно ой нужду справились чуть не поскользнулся так и че такое залезть подожди нет все я понял сюда залазить так отдыхать там не обязательно только подзарядка нужно так и ребятки в общем я я знаю как перебраться на ту сторону теперь давайте отстегнемся я предлагаю в следующей серии ребятки сделать это в следующей серии мы переберемся на ту сторону видите прямая дорога в общем плейлист обязательно будет может написать алекс плей и название этой игрушечки тест трейдинг ты найдешь это будет офигительно серия уже почти час пишем там еще кат сцена будет и все такое в общем следующая серия будет самое интересное так что надеюсь на ваши лайки и комментарии это будет очень круто всем до скорого пока пока ребята у хорошего настроения